36 несчастных случаев, из которых два со смертельным исходом. Статистика происшествий на производстве по итогам 2019-го. Да, цифры несколько меньше прошлогодних, однако по-прежнему есть повод задуматься. Задуматься о том, что основой для большинства ситуаций послужила собственная халатность работников либо нанимателей. Традиционно проблемными остаются сферы строительства, промышленности, транспорта. Каждый отдельный случай должен быть детально изучен и рассмотрен для того, чтобы получить полную картину произошедшего. И на будущее предупредить аналогичные ситуации. Наша задача, особенно в работе мобильных групп, в которых принимают участие все заинтересованные службы, это и протомнадзоры, это инспекция по охране труда, это наши министерства по чрезвычайным ситуациям, наши и надзорные органы помогают нам в данной работе, чтобы сработать на предупреждение, чтобы не было какой-то халатности, чтобы не допускали случаев просрочки проведения каких-то испытаний того или иного оборудования. Работа на предупреждение несчастных случаев на производстве должна быть поставлена во главу угла. Созданная при городском исполнительном комитете мобильная группа активно проводит мониторинги предприятий областного центра, оставляет рекомендации для устранения замеченных нарушений, на основании которых после проводятся повторные посещения. Очень хорошо и активно работает в городе Бресте мобильная группа. По 2019 году мы совершили 98 выездов, проверили более 200 субъектов хозяйствования, всех форм собственности. Выявлено было более 5000 нарушений именно касающихся охраны труда. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена и самое главное нам сработать на предупреждение и сохранить жизни наших горожан и работников на организациях. Соблюдение правил охраны труда – одно из важных условий эффективной деятельности производств. Человек, пренебрегающий этим, ставит под угрозу не только себя, но и жизни и здоровье окружающих, особенно выполняя обязанности в нетрезвом состоянии. Только по этой причине в прошлом году были уволены 238 сотрудников. Цифра немалая. И это только один отягощающий фактор. Проблема существует, и поэтому меры по ее решению должны быть более жесткими и конкретными. Это непосредственно, конечно, сам контроль со стороны должностных лиц. Они должны контролировать все мероприятия, соблюдать которые положены. Большинство случаев, как уже было озвучено, что они произошли за территорией города Бреста. И, к сожалению, личная неосторожность присутствовала. Деятельность мобильных групп в 2020-м будет продолжена. В списке несколько десятков предприятий для посещения. Однако не только контроль со стороны должен быть определяющим для организации деятельности. В первую очередь ответственность за своих работников несут их непосредственно руководители, а также сами специалисты. Только понимая это, можно добиться нужных результатов. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.